Ну, во-первых, я сожалею, вот, тем более мало знакомого, хотя на это тоже можно по-разному посмотреть. Есть старый анекдот, соседки расходятся по квартирам после чаепития, и говорят, ну ты только дверь-то закрой, не-не-не, закрывать не буду. Все еще надеешься. А то, говорит, маньяки ходят. Да? Ну тогда я закрывать не буду. Вот я забываю уже, все еще надеешься, что зайдет и как бы изнасилует. Извините, это юмор такой весельника. Конечно, насилие – это всегда насилие. И тут, естественно, это травма. Это может выразиться по-разному, и брезгливостью к своему телу, и брезгливостью к противоположному полу, и недоверием. И там это может быть связано с либидо, то есть бац, и у человека больше не будет желания. Или это наоборот будет связано только с тем, что я буду хотеть другого человека, только когда он мне по морде надает. Ну, есть такие люди, понимаете, особенно касается подростков, которые стесняются своих мам, которые любят забегать в дверь и заключать свет. А где у тебя руки, покажи. Вот есть такие мамы, представьте себе. И они прячутся в туалете, там включают кран, занимаются тем, чем им интересно. А потом женился, а не может, у нас там вода текла. Ну, это реальные случаи из реальной жизни. Вот, поэтому как бы в любом... Это тоже травма, вот то, что некоторые мамы... Там, покажи свои руки, чтобы они лежали на одеяле. Вот, но, видно, ее так шугали, она почему-то верит, что это правильно. Вот, поэтому это значимо. Надо идти к психологу. И хороший психолог всегда найдет способы и методы поговорить, выяснить и выявить. Если действительно есть какие-то отклонения, последствия, скажем так, не отклонения, то обязательно поправить это можно. Потому что, ну, скажем так, надо смириться с тем, что будут травмы, которые никогда никто не залечит. Это тоже правда. Вот. Что может сделать людовед? Он может помочь человеку увидеть травму. Да. Но, повторяю, есть два варианта. Травма как то, что деструктивно обворовывает человека. То есть так вот, я боюсь с тем, боюсь с этим, боюсь с того, боюсь с сего. Вообще одна с кошками сижу. Потому что, потому. Потому что травмы и нет-нет-нет. Вот. А есть травмы, которые можно проработать, видеть их и, например, поставить их себе на пользу, так скажем. Боюсь общаться с людьми, начинаю общаться с людьми и очень даже хорошо прорабатывается то, что болит. Способов больше, чем один. У каждого свой. Надо, это невозможно температуру по больнице сказать, надо идти к специалисту. Он поймет, о чем идет разговор. Есть ли последствия. Может быть, их и нет. А может быть, есть. В любом случае, хочу вам сказать, что психолог, нам нужно выходить из этого древнего состояния. Я что, псих, что ли, мне к психологу ходить? Вот я надеюсь, что мы все-таки как-то перестанем шугаться этого и поймем, что психогигиена – это понятие, которое должно стать частью культуры любого живущего на земле человека. Так как мы зубы чистим и не сомневаемся, что это нужно делать, гигиена полости рта. Также есть гигиена супружеских отношений, потому что, напоминаю, что это как лодка, которая пока плавает, на нее нарастает, нарастает. И вот эта вот… Каждая лодка становится вдог и корщетками там. Вот иначе она потонет просто. Да? Потому что набирается, накапливается, надо учиться. Мы же не сразу родились такими мудрыми. Мы будем делать свои ошибки, накапливать обиды и прочее разное. Вот. И мы тоже иногда куда-то блудим. И нам надо, чтобы кто-то нас выслушал очень внимательно и давал нам обратную связь, подсказывая что-то. Не у всех есть такие мудрые родители, вот, и так далее. Поэтому ничего плохого в этом нет, чтобы впустить периодически психологов в свою жизнь. Это не значит, что они будут управлять нашей жизнью, но подруливать вполне. Когда есть дети из группы риска, это категорически должно быть, чтобы был психолог, который понимает, что такое детско-подростковая психология, и с ним надо держать связь. Он будет подруливать, и тогда он, как лоцман, поможет пройти через пороги и бурную воду. Вот. С минимальными потерями. Вот. Такая история. Продолжение следует.